Добрый день! 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 Это белки с желтками. Я буду вимешивать муку. То есть нужно муку садить с крахмалом, да? Да, так, так, так. И крахмала так поровну с мукой, я вижу, да? Или нет, крахмала чуть меньше. Менше крахмала. Ага. И разкушивающий. Теперь взбиту массу додаем. Теперь в эту однородную массу мы вливаем рощинную каву. Так, мы еще должны объяснить, откуда берутся вот эти вот силиконовые коврики. Они тоже продаются? Ци силиконовые коврики продаются, но дома могут выкористовывать пергаментную бумагу. Причем запросто. Нужно ли только слегка промазать? Да. Так, ну и форма, конечно, есть у каждой хозяйки, но желательно, чтобы это был прямоугольник. Композиция готова. А духовка, ну или в данном случае пара конвектомат, разогрет до 170 градусов, чтобы бисквит поставить на 35 минут. Именно столько он будет продикаться. Итак, прошло 35 минут. Бисквит, кофейный бисквит готов, но самое главное, он должен остывать не менее 5 часов. И только через 5 часов с ним можно работать дальше. Сейчас мы будем делать крем-тирамису. Крем-тирамису, это нужно взбить 14 желтков и 260 грамм сахара песка. А в это время нужно просто замочить желатин. Покажите его как. Взять пластинки и бросить их оба. Теперь нам треба заварить цукровый сироп. Очень просто. В кастрюльке смешать сахар с водой и поставить на огонь. Теперь нужно взять итальянский сыр маскарпоне. Он не дешевый, но без него тире мясо не получится. Нужно взять целый килограмм и отправить туда же в блендер. То есть взбивать. Теперь мы взбиваем маскарпоне с вогуля-могуля. Маса должна быть однородной. А потом в нее добавим... Сбейте вершки. Ну вершки, конечно, еще нужно. Сбейте. Сливки 36% пачки 500 миллилитров, а мы берем 300. Сливки взбиваются тоже несколько минут. Но если у повара в руках появился вот такой нож, я бы сказала, такой тесак. Это значит, пора резать бисквит. Ниж держим прямо. Зрежем углы. А пополам или не пополам? Нет. Бисквит мы делим на три частины. Из верхнего коржа мы готовим сколько получится порций? 16 порций. 16? Замечательно. А из еще двух выйдет еще по 16. То есть 32 порции. Отлично. Давайте вот эти два коржа уберем в морозильник. И они могут храниться сколько угодно, да? Сколько угодно в морозильной камере. Замечательно. Желатин уже стал мягкий. Его нужно вынуть из воды. Да? Да. И отправить в микроволновку буквально на минуту. Не больше. Не больше. Ровно минуту желатин растворяется в микроволновке. Этого времени как раз хватит, чтобы пропитать бисквит. Вот тем самым сиропом, который мы сварили из воды и сахара. Есть. Но еще у нас мы заявляли ингредиенты, а именно кофе эспрессо холодный, ликер амаретто и сахар для так называемого сиропа тирамису. Зачем он уже? Для пропитывания печьего бисквитного савоярди. И так выливается кофе. Ликера так. Немало. Грамм неверно 150. Сахар. Ой, главное ничего не перепутать. Вот так выглядит растворенный желатин. Сливки с бытием и доема. Вот сюда, вот в сырно-яичную массу, вернее желтковую. Теперь додаем поступовый желатин. Весь? Весь желатин. Он такой, не горячий. Вин не горячий. А теперь нужно действовать быстро, да, Вера? Да. Потому что крем застывает, желатин очень быстро показывает свои желирующие свойства. И поэтому половину крема нужно быстро выложить на пропитанный сахарным сиропом порш. Печенье савоярди нужно окунать в сироп аккуратненько, так даже подержать чуть-чуть, чтобы пропиталось. И вот такими ровными-ровными-ровными линиями выкладывать на крем. И наблюдая за столь сложным кондитерским процессом, я хочу всей стране, кондитерам всей Украины объявить радостную новость. Дело в том, что 28 марта 2008 года в Париже, как всегда, будет проходить Кубок мира по приготовлению сладостей. Как всегда будет участвовать 12 стран, но впервые среди них команда Украины. Подробности участия в этом конкурсе вы можете найти на нашем сайте телересторан.com.ua. Но самую радостную новость я вам скажу сейчас. Дело в том, что до конца октября любой кондитер Украины может послать заявку со своим резюме для участия в конкурсе. И пройдя отборочный тур, отправится на стажировку во Францию. А потом, возможно, и представлять Украину на этом событии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот почему нужно было целый килограмм сыра маскарпоне. Форма стирамису отправляется в морозильную камеру на 4 часа, не меньше, да? И да. А потом выглядит вот так Ой, холодненькое, как мороженое Ну что ж, Ирина, я надеюсь, что сложность рецепта не отбила охоту наших зрителей Попробовать свои силы в кондитерском искусстве А вам за терпение, труд и желание представлять Украину на международном конкурсе в Париже Полагаются подарки От нашего генерального спонсора торговой марки Лехко Легко готоваты, добро смакуваты И я надеюсь, вы знаете, что такое куриный попкорн с чесноком, с петрушкой, лимоном Это все очень легко готовится Но особое внимание наших зрителей мне хочется обратить на котлету по-кейски Аппетитная куриная котлета в хрустящих панировочных сухарях из натурального хлеба Внутри которой сливочное масло с укропом и специями Ну и, конечно, полная корзина подарков от надежного, вкусного и постоянного партнера программы «Блюда» от шефа компании «Ян Йенсен Групп» Размарите якистных продуктов для ресторанного бизнеса Я не сомневаюсь, Ирина, что вы с ними знакомы и практически все используете Я многие видела здесь у вас в кухне кофейне шоколадница И все-таки хочу обратить отдельное внимание на бренд «Каролина» Который приносит на украинский рынок стандарты потребления рыбы и морепродуктов Принятые во всем мире И уже вообще признано, что «Каролина» лучший бренд по соотношению цена-качество Я думаю, вы в этом убедитесь И приготовите дома, сегодня своей семье, черные тигровые креветки Ну, я думаю, вы придумаете, как добавить чесночка, оливкового масла Ну, и, конечно же, специи в Санта-Марии Это было блюдо от шефа Сегодня его представляла Ирина Михайлишин Шеф-повар в кофейне шоколадница До свидания Удачи, приятного аппетита! Санта-Марии